Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня у меня очередная стрижка. Удаляю листья. Но листья удаляю не старые и больные, а удаляю именно те, о которых я говорила. Или нижние, которые касаются земли. Это однозначно, потому что еще раз повторю, что лист, который лежит на земле, который касается, это прямая дорожка болезни фитофтори к растению. Нужно, чтобы ни один листик не касался земли, тогда они будут в безопасности. Нижние убираю листья для проветривания нижнего яруса. Вроде время прошло немного, а посмотрите, как позарастали мои томаты, особенно нижние листья. Убираю лишние листья, которые выходят в проход, которые вот прям идешь, а они вот они. Вот такие здоровые полметровые листья. Эти листья убираю по поллиста. Я уже вам говорила, что если лист здоровый и мясистый, его лучше убирать по поллиста, потому что вот сейчас в конце дня, если бы вы увидели, какой сток огромный, вот этой зеленой массы я срежу лишний, вы бы очень удивились, что очень много лишних листьев на растениях, на томатах. А ведь все эти листья кормит корневая система. Сюда направляется питание томата, которое могло бы пойти на образование, вот на налив плодов. Видите? Если нижняя кисть налита, я убираю до нижней кисти листья все, так будет и проветривание, и лишнее. Ну, короче, я вам сейчас показываю. Вот подошла к Насте. У этой Насте еще нижняя, ой, нижняя кисть первая не налилась, но вот этот лист толстый. Я однозначно поллиста убираю. Убираю лист, который касается земли. Это тоже без всяких обсуждений я его убираю. Так, все. Вот такая картина должна быть. Проветривание нижнего яруса обязательно. Это непременное условие выращивания здоровых томатов. Вот здесь, где кисть уже налилась, тут я могу смело до ее, до первой кисти, все нижние листики убрать. Они уже нам не нужны. Они нужны были только для налива плодов. Все. Там, где кисть налилась, у меня будет выглядеть вот так. Все. Идем дальше. Я, конечно, весь процесс показывать не буду, но именно вот. Тут еще нет томатов, тут еще цветут цветы, но вот эти нижние листья, они опасно лежат на земле. Все убирать не буду, потому что еще не налилась кисть. Но половину я обязательно уберу, чтобы проветривался вот этот стебель и чтобы ни один лист на земле не лежал. То же самое здесь. Вот толстый джек разросся, распустил свои косы. Хоть он еще и молодой, но листья большие. Во-первых, большая зеленая масса не нужна. Кстати, вот это, когда обрезаем по пол листа, это очень тормозит, как может предотвратить жирование томатов. Если мы видим, что вот очень-очень много листьев, вот вообще все в листьях. Конечно, это хорошо, что много листьев, такой богатый куст, но это слишком тяжелое бремя на нашей помидорке. По пол листа я удаляю. Вот здесь я уже была. Видите, уже пол листа. Это значит, неделю назад я его уже обстригала, он был большой. Теперь вот эти пол листа я убираю, а новые, которые наросли огромные, обстригаю еще по пол листа. И вот так идет. Старые пол листа убираю, новые, которые образовались огромные, обстригаю одну треть или две трети. Но тут, смотрите, уже помидоры наливаются, так что тут можно чуть-чуть вниз, чуть-чуть побольше постричь, потому что тут уже налив плодов. Естественно, по ходу дела, убираю все новые пасынки, потому что я посмотрела, я же все это уже обрезала, но на этой стороне, видите, как идет уже вторичные пасынки. Тут вот, видите, голый ствол, я все уже заголяла. Но вот этот пасынок вырос, и уже у него цветочная кисть. Его, конечно, я удаляю, нам он здесь ни к чему. Все пасынки прикорневые, которые из земли, вот видите, еще он вылез. Все я удаляю. Сегодня у нас будет капитальная стрижка. Удаляю новые пасынки. Удаляю листья, которые лежат на земле. Удаляю листья, половиню располовиниваю. Вот так. Опа. Все. Это очень быстро. Идешь по проходу, лист, который мешает или висит, но вот слишком он здоровый. Видно уже явно, что без него растение обойдется. Я их все обстригаю. Потом встаю на четвереньки и иду по нижнему ярусу, по прикорневым пасынкам, по нижним листьям заглядываю. Если кисти налились, убираю до первой кисти. Все. В результате сейчас вот поползаю часок и будет целый сток лишней, ненужной зеленой массы, на которой растение, томат, надрывается, вытягивает питательные вещества из земли, все эти элементы, которые теперь, когда их не будет, конкуренцию брали, все пойдет на налив плодов, на завязывание, на цветение, на формирование плода. Вот так я делаю подстрижку раз в неделю. Я, конечно, чаще не хожу, некоторые люди ходят через два дня, через три, но у меня не получается, у меня большое количество посадок. Раз в неделю захожу и делаю тщательную капитальную стрижку. Вот видите, елочки как заросли. Тоже сейчас подстригу нижние листья, чтобы было проветривание, потому что какое тут проветривание, она вся покрылась и листьями, и пасынками. Елки вообще, когда на улице я их не посынкую, они как декоративность придают, но в теплице я нижний ярус убираю у всех. Все, с вами была Ольга Чернова. Это вот нюансы, показала вам, как я делаю подстрижки, прореживание, убираю половину листа, какие листья срезаю, какие оставляю. Листья на земле убирайте всегда. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова